Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. По жалобам покупателей в Омске проверили торговые центры, где продавцы нарушали масочный режим. Какое наказание грозит предпринимателям? В Казахстан приоткрывает границы. В соседней республике ввели ряд послаблений для иностранцев. Когда рыбалка – образ жизни. Даже прогуливала школу, чтобы попасть на рыбалку. А Мичика стала мастером спорта по рыбной ловле. В России этого звания достойны единицы. И шашлычное на кончиках пальцев. Необычный дизайн ногтей удивил пользователей интернета. В Омске проверили торговые центры, где продавцы нарушали масочный режим. Поводом для совместного рейда Роспотребнадзора Министерства региональной безопасности Омской области стали многочисленные жалобы о Мичей. В центре внимания специалистов оказались три торговых комплекса. На Лицкевича, Рябинушка, на Второй Поселковой и Колобок, на 24-й Северный. Выявлены стандартные нарушения. Продавцы надели маски только в момент проверки. Не показали журнал термометрии. Не оказалось у них и средств для дезинфекции. Составлены протоколы за несоблюдение санитарных норм. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Добавлю, что по поручению штаба по борьбе с распространением коронавируса рейды по торговым объектам проводятся ежедневно. В день проверяют до 400 точек. Чтобы попасть в Казахстан, теперь не нужно сдавать тест на COVID-19. Соседнее государство ввело ряд послаблений для иностранцев. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики. Пускают в страну и тех, кто планирует пройти лечение в клиниках Казахстана. Выехать могут квалифицированные сотрудники и студенты, обучающиеся в вузах других государств. Добавлю, что из-за пандемии 16 марта Казахстан временно ограничил пересечение границы с Россией по внутренним паспортам. Почти 400 миллионов рублей на расселение мечей в областном правительстве распределили крупную субсидию на покупку новых квартир для жителей аварийных домов. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Омске прописаться в благоустроенных многоэтажках смогут свыше 6,5 сотен человек. Таким образом, администрации удастся расселить 10,5 тысяч опасных для жизни квадратных метров. Финансовая помощь ждет и Калачинский район. Размер материальной поддержки 3 миллиона рублей. В новые квартиры переедут 11 человек. Набережную Ами благоустроят. Администрация города ищет подрядчика, который облагородит улицы Чехова и Думскую вдоль реки. Объявлен электронный аукцион. Работа выделена свыше 67 миллионов рублей. Приступить нужно уже в июле, закончить до октября. Подрядчику предстоит укрепить откосы, сделать трибуны, лестницы, пандус подъемника, смотровую площадку и тротуары, установить фонари и скамейки. Также контрактам предусмотрено озеленение территории. Росатом изобрел новый метод лечения коронавируса. Это дезинфекция легких ультрафиолетом. Новый проект назвали «Светящийся газ». Суть методики в точном подборе химических компонентов, которые со вдохом не теряют свои активности. Напротив, попадая в организм, молекулы начинают действовать, излучать исцеляющий свет. С его помощью легкие дезинфицируются, и вирус погибает. Подобным способом, заявили ученые, можно также вылечить туберкулез. И даже онкологию лекарства в виде газа без преувеличения называют прорывным. До сих пор такую процедуру не удавалось провести ни в одной стране мира. Между тем, в России начинаются клинические испытания уникальной вакцины от коронавируса. Она разработана с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытывать средства будут на военнослужащих из различных подразделений. По всей стране отобраны 45 мужчин и 5 женщин. Все они прошли обследование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Сегодня первая группа добровольцев должна прибыть в спецучреждение при НИИ Минобороны для предварительного углубленного медицинского обследования, а также подготовки к эксперименту. Зарабатывают на пандемии. Роспотребнадзор предупредил мечей о мошенниках, которые предлагают липовые услуги по борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что зачастую обман очевиден, жертвы продолжают переводить злоумышленникам свои деньги. Схемы преступники используют самые разные. Одни торгуют защищающими от ковида амулетами и освежителями воздуха. Естественно, за товары требуют предоплату. Другие с целью ограбления проникают в квартиры под видом врачей или дезинфекторов. Также распространенным способом мошенничества является предложение сдать платные анализы. Горожан просят быть предельно внимательными, не сообщить подозрительным лицам свои персональные данные и пин-коды от кредиток. У омских школьников еще есть шанс на традиционные выпускные. И как в нашем регионе пройдут торжества, зависит от эпидемиологической ситуации. Очные выпускные могут разрешить в тех регионах, где к концу месяца выйдут на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Для остальных прощание со школы пройдет в онлайн-формате. Есть еще один вариант. Выпускные могут провести после окончания сдачи ЕГЭ. Госэкзамены, напомню, в этом году должны завершиться 20 июля. Молодежи после пандемии станет втрое сложнее устроиться на работу. Такой прогноз озвучила Всемирная организация труда. Многие специалисты из-за распространения опасной инфекции остались без работы. И эксперты уверены, молодые неопытные сотрудники будут проигрывать в гонке за места. Молодежи придется снизить свои зарплатные ожидания минимум на треть. А каждый пятый начинающий специалист в мире и вовсе останется без работы. При этом больше шансов на трудоустройство будет у выпускников технических специальностей. А вот гуманитариям придется тяжело. Добавлю, что в России число безработных уже превысило 2 миллиона. В Минтруда считают, что осенью число может еще вырасти. Впрочем, к концу года ситуация должна стабилизироваться. Тем временем стало известно, какие профессии собираются получить российские школьники. Как показал опрос в эпоху постпандемии коронавируса, многие подростки хотели бы стать врачами и учителями. Освоить медицинские специальности выразили желание 12% опрошенных. 9% желают получить творческие профессии, еще 7% высказались в пользу педагогики. Есть желающие изучать юриспруденцию и IT. 3% готовы связать жизнь с вооруженными силами или большим спортом. При этом около четверти опрошенных пока не определились с желаемой профессией. На Омских пляжах идет подготовка к летнему сезону. Специалисты обследуют дно РТШ, берут пробы воды и проверяют качество завезенного песка. Кроме того, места отдыха оснащают необходимым инвентарем, устанавливают информационные стенды, кабинки для переодевания и урны, оборудуют спасательные посты. В разгаре и обучение матросов-спасателей. Как сообщили в городской администрации, летом на пляжах будут работать душ, питьевые фонтанчики и общественные туалеты. Прийти позагорать Амичи смогут после того, как в регионе отменят режим самоизоляции. Пока он продлен до 14 июня. К этому числу пляжи должны быть готовы к приему отдыхающих. А тем временем многие Амичи строят планы на отдых у моря и раскупают купальные костюмы. По данным исследований одного из сервисов по организации туров, россияне массово приобретают товары, которые могут пригодиться им в путешествии. И хотя о полном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, пока даже речи не идет, почти 40% опрошенных на самоизоляции активно готовятся к потенциальному отпуску. Треть из них купили одежду для прогулок и фотосессии в новом месте. Свыше 20% купальники, пляжные зонты и подстилки. Примерно столько же россиянам завелись новыми чемоданами. Ну а те, кто отдыху на белоснежных песках, предпочитают поход в горы, то есть 14% респондентов, купили рюкзаки и специальное снаряжение для альпинизма. Ее улову нередко завидуют даже самые заядлые рыбаки. Амичика Виктория Бурмистрова стала мастером спорта по ловле рыбы. Этого почетного звания удостоены всего три женщины в России. Спортсменка первой в регионе сдала норматив по зимней рыбалке, ловила на мормышку. Впрочем, одинаково ловкая девушка орудует современными спиннингами и тростниковыми удочками, сделанными вручную. Мужским занятием увлеклась еще в детстве, а хобби, ставшим делом жизни, Екатерина Шепилова. Влюбилась в рыбалку, когда была совсем ребенком. Виктория Бурмистрова помнит еще старые бамбуковые удочки и хлеб с маслом вместо наживки. Говорит, дедушка часто брал с собой на озеро, охотится на карасей. Тогда девушка и не думала, что детское увлечение станет делом жизни. Бывали такие моменты, что даже прогуливала школу, чтобы попасть на рыбалку. Всегда нравилось ловить и все. Но никогда не думала, что попаду в профессиональный спорт. Это случилось в 2016 году и все. Теперь остановиться не могу. Виктория быстро добилась успеха. За несколько месяцев прошла путь от третьего спортивного разряда до кандидата в мастера спорта. Завоевала Кубок России, Башкирии и Новосибирска. С первыми высокими результатами появились и первые спонсоры, готовые оплатить экипировку взамен на рекламу. Впрочем, в спорт Виктория пришла не за славой, по зову сердца. Девушка даже работает в рыболовной сфере и снимает тематические видео на YouTube. В профессиональной среде, говорит Виктория, женщина с удочкой давно никого не удивляет. И даже на зимних соревнованиях часто можно встретить девушку в мощной экипировке и следорубом в хрупких руках. На одном из таких турниров Виктория и удостоилась серебра и почетного звания мастер спорта. Серебро у Виктории Бурмистровой. Всю свою добычу Виктория отпускает, говорит, на ловлю ездит не за едой, за удовольствие. Сегодня отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник молодой появился в календаре два года назад, а вот сама история велосипеда насчитывает уже два века. Его прообразом стал построенный в 1818 году в Германии двухколесный самокат, названный «Дрезиной» в честь изобретателя Карла Фон Дреза. Педалями велосипедов завелся к середине 19 века, а ближе к концу обрел привычный нам облик. Сейчас этот вид транспорта стал неотъемлемой частью образа человека, ведущего здоровый образ жизни и заботящегося об окружающей среде. Добавлю, что в Омске в ближайшие годы прогнозируют рост числа велосипедистов на улицах в 25 раз. В городе запланировано масштабное строительство велодорожек, которые свяжут спальные районы с центром, а также со всеми скверами и парками. И сегодня есть повод вспомнить и про парашют. Изобретению исполняется 235 лет. Хотя на самом деле он мог быть еще старше. Первый эскиз нарисовал еще Леонардо да Винчи в 1483 году. Правда, тогда надобности в парашютах не было. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы побудили изобретатели вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты. Кстати, работоспособность первого парашюта испытали на собаке. Животное благополучно спланировало с высоты 300 метров. Сейчас изобретение применяют и не только для спуска людей, но и для грузов и даже космических аппаратов. Новое слово в маникюре изрядно удивило пользователей интернета. Мастера придумали дизайн в стиле кебаб-мангал. Ролик с процессом создания необычного маникюра появился на странице салона в Инстаграме. На видео показано, как мастер вырезает из алюминиевой банки мини-мангал и приклеивает его на окрашенные ногти. Затем к ногтям другой руки прикрепляются импровизированные шампуры с шашлыком. И потом блюдо жарят на маленьком огне. Ролик набрал уже свыше сотни тысяч просмотров и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Одни нашли такой маникюр забавным, другие некрасивым и даже безвкусным. Последнее, кстати, недалеко от истинной. Кусочки мяса сделаны из воска. А мечей умелила утка, гуляющая по городу со своими утятами. Фото прогулки пернатого семейства появилось в соцсетях. Необычную для города картину засняли на улице Товстуха. По пешеходной дорожке шла утка с 11 утятами. Пользователи восхитили заботливой мамой, отгоняющей ворон от своих малышей. Другие стромно заметили, что это, наверное, единственные послушные дети, которые не отходят от мамы ни на шаг. Позже семья дошагала до одного из омских складов. Там работники сняли уже известных пернатых на видео. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Нет возможности платить по кредитам? Реши проблему, не выходя из дома. До конца месяца специальная антикризисная программа для всех. Help Me. Центр помощи кредитным должникам. Звони. 699 500. Магазин готовой еды с доставкой на дом. Два поэта. 308 508. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999 222. Спонсор прогноза погоды и пассивкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня 3 июня в Омске пасмурно. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла. В районах переменная облачность до плюс 15 градусов. Ветер восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. Телли на 12-м канале местные жители. До встречи в 12 часов 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова